Одним из последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19 стали существенные изменения, произошедшие на рынке труда. Некоторые компании начали отправлять сотрудников в отпуск на неопределенный срок и сокращать зарплаты. Большая часть работодателей выжидает, как будет развиваться ситуация и приостановила подбор сотрудников. Другая часть по-прежнему продолжает нанимать персонал. Какая ситуация сложилась на рынке труда в Тверской области и какие прогнозы на будущее узнала наш корреспондент. Начиная с апреля прошлого года, по данным Министерства социальной защиты населения Тверской области, начался резкий рост численности безработных граждан, который достиг максимального значения в октябре и составил 22 тысячи человек. Чтобы снизить этот показатель и помочь тем, кто оказался в сложной ситуации на федеральном и региональных уровнях, были разработаны меры поддержки. В частности, речь идет о социальных программах, такие как курсы по дополнительному образованию, профессиональному переобучению, а также социальной и психологической помощи. Они активно реализуются с начала пандемии и по сегодняшний день. На сегодняшний день очень актуальны такие профессии, как слесари, различные специализации, квалификации, это производственная сфера. Также нужны операторы станков и производственных установок. В такие отрасли, как производственная сфера, также пищевая и химическая отрасль. Нужны слесари, нужны сборщики различных деталей, узлов, агрегатов, металлосборочных работ. После регистрации в центре занятости население специалист подбирает рабочее место с учетом квалификации гражданина. Что касается открытых вакансий, то здесь наблюдается устойчивая тенденция дефицита квалифицированных рабочих кадров, которые востребованы у работодателей, но не популярны у тех, кто ищет работу, рассказала Ольга Мишунина. На сегодняшний момент у нас наблюдается снижение количества безработных. Сегодня 5500 безработных состоит на учете. В службе занятости города Твери снизилось на 35% по сравнению с декабрем 2020 года. Такие изменения наблюдаются ввиду того, что мы соблюдаем частично и дистанционный, и очный режим. То есть остается возможность подать заявление в дистанционной форме, однако... Кроме того, остается потребность в врачах и среднем медицинском персонале, педагогах и инженерных кадрах. Недавно на заседании областного правительства была рассмотрена программа по содействию труду и занятости населения до 2026 года. Главная задача, по мнению губернатора Тверской области, в кратчайшие сроки восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Для этого необходимо организовать системную работу по сохранению и развитию кадрового потенциала Верхней Волжи. Кроме того, следует развивать профессиональное образование и готовить ориентированные на потребности регионы кадры. Важно в том, чтобы агентство занятое стало современным государственным институтом по управлению трудовыми ресурсами. Это все. Это, прежде всего, введение балансов потребностей, сколько у нас надо для развивающейся экономики по направлениям строительства, сельское хозяйство, дороги, медицина, социальный блок, малое предпринимательство. Это крупные предприятия по металлообработке. Соответственно, это наши учебные заведения, которые готовят специалистов. Это среднее образование, высшее образование. Для пополнения трудовых ресурсов Верхней Волжи будет активизирована деятельность по переселению соотечественников. В итоге 2020 года в Тверскую область переехало 920 человек, из которых 567 трудоустроились. С 2022 по 2026 годы в регион ежегодно планируется привлекать порядка 770 человек. Потенциальные соискатели могут найти расширенный перечень вакансий на портале «Работа России», где указав свой регион и желаемую вакансию выбрать подходящее место работы. Впрочем, как говорят эксперты, сейчас не время расслабляться. Многое зависит от самого человека, его желания учиться, развиваться и достигать поставленных целей. В ближайших выпусках новостей мы расскажем о людях, которые в сложившейся ситуации изменили свою жизнь, прошли курсы переподготовки и нашли другую работу.